Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, суть диалога была такая Но я говорю, а можно там, типа, взять на тест туда-сюда? Она такая, паренек, ты вообще понимаешь, что там 650 лошадей? И готов ли ты, как бы, обуздать такую мощность? И я где-то, вот знаете, сначала я хотел сказать, да я там столько машин! А с другой стороны, меня спрашивает девушка, которая ездит на автомобиле мощностью 650 лошадей каждый день И я как-то уже начал сомневаться, а умею ли я ездить? Потому что девушка на 650-сильном Камаре, это так, знаете, не очень, не каждый день в России слышишь И она говорит, ты на чем ездишь? Я говорю, ну, у меня двинарь, 200 лошадей, 2 литра, Атма Она, ну тогда ладно, окей, давай снимем То есть, и как бы, я получил допуск к этому автомобилю Сегодня я расскажу про этот вам замечательный автомобиль Мы на нем поездим, в общем, посмотрим салон, все сделаем красиво Ну, если, ну что могу сказать, это Камара СС Камара СС, несмотря на то, что они так клево смотрятся Ну, наравне там с Мустангом в Америке это считаются автомобили для молодежи Это вот как у нас Бэпан на Приоре То есть, если мы возьмем, например, ну, на наши деньги, образно, да То в Америке каждый студент может позволить себе купить Камара Там, ну, это, если переводить, ну, автомобиль стоит как автомобиль С-класса Как Chevrolet Cruze, там, или там, как Priora в максималке Это очень доступный автомобиль Ну, вот СС, комплектация, она дороже процентов на 20 И поэтому, в общем-то, получается, в Америке, естественно, это все доступно У нас это стоит нереальных денег Потому что, вот, конкретно этот автомобиль Это значит, мы возьмем Bumblebee из трансформеров И накачаем его какими-то транквилизаторами И образно отправим его там в качалку То есть, здесь это СС, здесь 6,2, 426 лошадей Но, естественно, это оказалось мало И здесь установлен огромный компрессор Который, ну, это я чуть позже, ладно, расскажу Про внешность Я считаю, что вот за такие деньги Это идеальный внешний автомобиль в Америке Здесь, конечно, он стоит дорого Но это очень красиво Это 100% неузнаваемый американский профиль Это длинный капот Это короткий багажник, короткий свес Но он выглядит даже... Даже здесь нет вульгарщины Это просто стильный, красивый автомобиль Обратите внимание, цвет, естественно, тоже на заказ Автомобиль называется ZEVS То есть, автомобиль зовут ZEVS Здесь у нас базовый SS-обвес Никаких лишних сполеров, вот там дебильных Классические, две полоски и все Ну, вот, по-моему, вот, если вот посмотрим Ну, выглядит он так... Ну, броско Броско сказать, что это он броско Его точно мы можем увидеть в потоке Но не заметить его нереально, абсолютно Потому что тачка смотрится убийственно И так... Ну, харизматично По-мужски я даже сказал Долго можно спорить, какой же из этих всех Новых маслкаров, новой линейки маслкаров красивый Там есть у нас также мустанги, есть камара Но они, мне кажется, идеальны все Потому что внешность очень харизматичная Давайте, значит, по технику Итак, значит, по технике Здесь классическая такая американская компоновка Только хардкор Изначально, естественно, это был Atmos Задний привод И 426 лошадей, в принципе, хватает здесь, да? Чтобы она... Там, ну, секунд до 5, да? За 5 она, да, едет, примерно 4.6, она по паспорту, значит, базовая едет Я не знаю, сколько ей это едет, честно Но я даже не представляю Но сюда решили установить компрессор То есть установить нагнетатель Естественно, привод от коленвала Он нагнетает воздух Я так думаю, здесь примерно Здесь мы не можем по приборам померить давление Но 0.8, 0.9, думаю Это хороший нагнетатель давления Обратите внимание на впуск Очень правильно, грамотно делать Когда вот иногда капот открываешь Какой-нибудь тенячий автомобиль Ты там понимаешь, колхоз, не колхоз Но здесь сделано очень аккуратно и продуманно Обратите внимание, стоит фильтр нулевого Ну, нулевого Ну, пониженного сопротивления, так сказать Потому что нулевого, это просто без фильтра Вот И он упакован именно в герметичный такой бокс Прозрачный С теплоизоляцией Это сделано для того, чтобы жар от мотора Например, когда мы едем Не заходил на впуск Потому что нам надо сделать максимально Потому что нам нужен максимально холодный воздух на впуске Тогда он лучше, у нас наполняемый с цилиндров Соответственно, здесь 650 лошадей У нас задний привод Шестиступенчатый автомат Все И это значит, резину у нас надо будет менять При активной езде раз в полгода В лучшем А, два раза за летом Ну, в общем, нормально Два раза за летом мы меняем резину Стальной по подвеске стандартной Но не стандартной От стандартного Камара От стандартного СС Тормоза, обратите внимание Шестипоршневые Они как бы здесь Ну, это тоже не стандартные С фирменным, значит, Зевсом С фирменным логотипом Зевса Ну, в общем Это, я думаю Вот если вы хотите почувствовать себя таким вот мужиком Несмотря на то, что здесь путил ездить Если вы хотите себя почувствовать брутальным мужиком Вот видите, в пробке Вот этот звук И вы, например, трогаетесь У вас там машину бачком сносит То вот эта вот Вот эта тачка, мне кажется, специально для вас Сейчас мы проедемся на ней Посмотрим, на что она способна Я честно боюсь Ну, как бы Вот я всегда Вот переживаю Когда мощный автомобиль Задний привод Так Ну, давайте сейчас немножечко про салон А потом уже поедем Зарядка на iPhone В цвет машины Вот девочки Неважно, на чем она ездит На красный Mazda 3 или на 650-сильном Camar Они вот В этом плане Все вот Зарядку Я думаю, вот специально же Зарядку вот искал цвет машины То есть Без этого как? Это никак абсолютно Значит По салону Салон достаточно простой Потому что сама по себе Сам по себе Салон достаточно простой Потому что сам по себе автомобиль Но он не позиционируется Как какой-нибудь премиальный Здесь все просто Спидометр, тахометр Отличительная черта Именно на SS У нас стоят Дополнительные приборы То есть Это температура масла Это температура Трансмиссии Вашей трансмиссии Да, охренеть Кстати Зарядка аккумулятора И давление масла Все То есть Здесь все просто Выдержан такой стиль Вот у них там тоже Вот такие раньше рули В предыдущих Camar В старых там В годах Все Панель Вот этот руль Они пытались сделать Как бы в старом стиле Но на современных материалах Поэтому Ну вот Вдвоем здесь будет комфортно Я конечно не знаю Как оператор сейчас Сзади сядет Но что-нибудь придумаем Поэтому Поэтому вот Ручка переключения автомата Еще бы черная алькантара Это было бы просто Ну не важно черная А можно было сделать Алькантара В цвет кузова этого автомобиля Вы представляете Какой был бы шик просто Ну в общем Ставим задачи Перед Доделиться Этого автомобиля Новые Есть к чему стремиться Еще Так что Наверное надо ехать Ну может багажник Да посмотрим И все И поедем Итак По багажни Я зря про алькантара Тут шутил Про цвет Потому что Я Тише А как она Подожди А все 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 Ну знаете Еще плохо Ручка не в свет машины Потому что Иначе Это было бы просто Канистра Канистра С бензином По-любому Соты какой-нибудь Чтоб залить И вальнуть Нормально Но Такой набор Тоже Все замечательно Багажник большой Все нормально Ну как большой Ну канистру Мачете Вы можете положить Все Обратите внимание Здесь у нас Какая-то фирменная Наверное серия Трансформерс На порогах Ну давайте Попробуем Завести Ну что Все крутые перцы На хот-хетчах Вы до сих пор Чувствуете себя Мужикально Да Это вообще Это Так Значит Сажусь за руль Этого Климат Как убавить Ну максимально В смысле Выключить Ну выключить Вот Так Чуть И не в камеру Итак Ну вот сел Ну вот Знаете Когда вот Ладно Ну хотя бы Она стандартная Была Я понимаю Что Там вот Она до 100 Едет Там столько-то Такой-то у нее момент Но Вот здесь вот Ну я понимаю Что внутри Но я не понимаю Как это может Работать И как это может Ускоряться Вот Поэтому Пока мы едем Спокойно Александр Выключить Пока мы едем Спокойно Абсолютно И Хочется сказать Вот на ходу Ну он Явно Выделяется Во-первых Цвет Хотя он не такой Яркий Но он как-то Подчеркивает Контура И автомобиль Смотрится так Реально Грозно Вот Пропустим Нам чтобы Поехать до того Кольца Нам как надо Ехать прямо Сейчас Направо Да Включаем Поворотник Но Автомат работает Очень плавно Ну и вообще Не скажешь Что здесь В последнее время Я езжу на таких Машинах Которые Вот По ним не скажешь Что здесь такая мощность Только выхлоп Так Женщина Что-то Она долго думает Руль тяжеловат В городском режиме Но он такой Очень пухлый Приятный на ощупь И то что он Немножечко удален Тоже Мне кажется Какой-то Антураж Придалет То есть он Немножечко Обод на нас И легко его Перехватывать За него держаться Климат работает Все нормально В принципе Можно Ездить на каждый день Литров 25 Она ест По городу Причем Мы 95 Наверное Может Да То есть 92 Или нет 5 Пропуск Ты да Свою сторону Спидометр У нас в милях Попрошу Пока мы стоим Пока А это километры Он в километрах Но рассчитан На 180 миль А почему интересно Потому что американец 180 миль на секундочку Это там 200 с лишним А подожди Да да То есть белые цифры У нас это Нет В смысле Он сейчас переведен На километраж А это километры Да Он показывает В километрах А цифровой И цифровой И тот Показывает В километрах Но поскольку Машина американская На спидометре Максимум 180 А я понял Понял Ну понял Да И чтобы после 180 Видеть сколько я еду У меня вот Да Цифровой Короче Смотрите в центр И вы поймете Как с какой скоростью Мы едем Ну пока здесь Негде разогнаться Пока можно говорить О комфортности В салоне О том Ну вот Ну мы включаем Включаем Тебе жарко уже? Как-то так Сейчас направо Уходим Александр Как там В кадре Она хорошо Смотрится? Злостно? Я Уверена Уверена? Ну если уверена То хорошо Мы Все автомобили Практически Снимаем На Крестовском острове Ну здесь Как бы Самые Более-менее Там такие Кадры Красивые Но пока Едем Спокойно Чуть-чуть Нажал И уже Даже когда мы Нажимаем Немножечко Чуть-чуть Мы слышим Звук компрессора Даже вот отсюда Выхлоп-то Понятно Выхлоп-то Здесь и без Компрессора Был достаточно Громкий Но вот сейчас Когда мы Чуть-чуть И педаль газа Очень чувствительная И автомат Нас сразу же Понимает Он уже Подтыкает Чуть-чуть Незаметно Вот я чуть-чуть Нажимаю И автомат Уже Хоп На пониженную Так аккуратненько Ты хочешь там Вольнуть Типа Или нет Или ты подумай Прежде чем нажать На педаль Да То есть Ну с точки зрения Дизайна Этот автомобиль Конечно же Нам как С кольца Вот по тому же Мосту проехали И потом И потом Мост Не будет То есть По прямой Едем С точки зрения Дизайна Автомобиль Безусловно Интересный Потому что Он Так как В принципе Он разработан Для молодежи И нам В 20 Там С 18 До 20 Это же Там Период Таких Вот Ну Голова Затуманена Нам хочется Привлекать Внимание Чтоб Все Смотрели Это Дизайн Этого Автомобиля Безусловно На это Направлен Потому что Это яркая Эффектная Внешность Огромный Капот Но он Огромный Вот Поэтому На дороге Этот автомобиль Вот Ну нельзя Пропустить Он Действительно Смотрится Вызывающе Очень Так Привлекает Внимание Но Звук Конечно Здесь Даже Вот Прям Такой Бурлящий Борло Слово Бурлить Может быть Ну Он Не Русский Ну Не Ну Борло Ассоциируется Как бы С бурлением Скреп Потому что Это Все-таки Американский Мотор Который Ракочет Ну да Ну Похоже Бурла Так Дальше Мы как Выезжаем По кольцу И на мост Обратно Мы ехали Угу Ускорение Я вам Скажу С двух Чудовищное У нас И так Мотор Без компрессора Мог ехать Хорошо Он Там 4.9 Едет Причем 4.9 Для заднего Привода То есть Разгон Для 100 Для заднего Привода Это Наихудший Показатель Потому что Он Все это Время Шлифует Хороший Мощный Заднеприводный Автомобиль У него Хороший Результат 100-200 Например То есть Мы говорим О том Что 100-200 Если машина Из 10 секунд Выходит То это Уже Хороший Результат Со 100 До 200 Сколько Она Набирает Вот Поэтому Они Хороши Ходом Ну С места Да То есть Они Стартуют До 100 Например Та же ВРХ Например Сти Она Сначала Прыгнет Вперед Метров Так На 200 Потом Естественно Этот Автомобиль Сожрет Потому Что У него А Сейчас Что Я запутался Туда И сразу Туда Выезжаем Да Ну Как То Не знаю Попробуем Окно Открыть Может быть Звук Ну Клево Вообще В Питере Погода Такая Достаточно Ну Нестандартная Для этого Города И вот Все радуются И Камара Тоже И все И все Улыбаются Ну вот Атмосфера Клевая Еще этот Бирюзовый Цвет Это просто Праздник Какой-то Прямо А Прямо Да Конечно же Перед любыми Там лежачими Полицейскими Мы останавливаемся Потому что Не дай бог Но могу сказать Что Подвеска Достаточно Энергоемкая Для такой конфигурации То есть Она не жесткая Она не Это Ну Она не То есть Все равно Зажимает Нас В пределе Но для Такой Конфигурации Это нормально Ну Момент Дикий Обратите Внимание То есть Машина Едет В спокойном Режиме Ну До двух До двух С половиной То есть Это хватает Мотора Хватает Но Вкрутить В пик Ну не знаю Надо какую-то Прямую найти Чтобы попробовать Там Ощущение Что ты Гуляешь С каким-то Чудовищем Или С Зевсом Как там С богом И Ты Не можешь Найти Применение Его силы Потому что Реально Нужно Как-то Вот Знаете Какую-то Прямую Разогнаться Что ли Все В салоне Вот Это Вот Именно Особенность Компрессорных Моторов То Они Сжимают Намного Раньше Чем Чем Те же Турбо Когда Они С большой Турбо Они Входят В Буст Ну Вот Когда Она едет По городу Со стороны Как будто Как-то Некомфортно Она Как Не знаю Что-то Как будто С тигром Гулять На поводке То есть Такой Автомобиль Мы принимаем Представляем Примерно Как он едет И вот Это Ощущение Не знаю То есть Не то Что он Неестественно Смотрится В этом Потоке Но как-то Среди Овощей Какой-то Хищник Среди Этих Платоядных Да А? Да Этот автомобиль Едет Как хищник Среди Добычи Ну Кого Надрать Потому Что В реальности То есть Ну Квотер Это Не его Квотер Это Не его Коронный Но Вот Это Я Случайно Просто У меня Нога Ногас Слетела С педали Резко Получилось Нажать Вот Это Вот Рывки Ну Они Меня Пугают Мы Сейчас Понимаем Что Надо Ускориться А Какой Тест Без Ускорения Это Надо Обязательно Вот Попробуем Ну Чуть Чуть Вот Я Чуть Чуть Нажимаю Это Четверть Четверть Вот Нажатие Педали Ну Особый Кайф Мне кажется Там На каком Хайвее Там Получишь Да Автомобили Когда Там Какая Дорога Пустынная Американская Разворачиваемся Едем И Самое главное Еще Вот Эту Антуражу Придают Антураж Придают Эти Полоски Капот Ну Вот Как В кино Все Вот У нас Сейчас Более Менее Длинная Прямая Более Менее Фокус Какой Отпустить Всегда Фокус Что-то Мешается В последнее Время Ну Сколько Здесь Вот Все Сети Фокуса Подвывание Компрессор Это Пипец Это Пипец 140 Так Пробуем Не оттормаживаться Резко Но Реально Вдавливает Реально Я конечно Много На чем Ездил Тут Полицейские Где-то Были Нет Перепад Ну Ну Конечно Да Итог Возму Да Итог Возможность Она Пойдет Блоком Моментально Подвывание Подвывание Нереально Не знаю Какое там Давление Отпускаем газ Но это Жопа Он Реально Быстро Едет Реально Быстро Едет Но Попробуем Может С места Ускориться Потому что О С места Такой Прям Нашелся Умник Да Много Кто хотел Ускориться С места На Камара Но Не у Всех Это Получается Там В дым Наверное Да Все будет Сейчас Мы Газель Пропустим Нашу Замечательную Все Замечательные Когда Так Попробуем Тормознуть Отпустить Камать Ну Сотка Плохая Получит Потому что Слифовать Будет Да То есть Так Ну Пробуем Что Ребята Очень Быстро Но Я не знаю Я не считаю Трайс Логик К сожалению У меня Немного Заглючил Но То есть Вот Сейчас Километры Показывались На Спидометре Вы можете Секундомером Пересмотреть С учетом Того Что У нас Включен Трексон Контрол А как его Выключить Ну Я так Аккуратненько В полупедали Тут огромная Кнопка А да Чтобы Чтобы в любой Момент Дрожащей рукой Вот так Вот так Вот нажать Чтобы По-любому Попасть Сейчас Трексон Контрол Был Как бы И она Гасила Букс Дерьмовая Затея Мне кажется Это все Дерьмовая Вот Что такое М Мудак Режим Режим А кстати Не так Она Ну Она Шлифует Я может Но Она не так И Как бы Сильно Мотает Ну Подхват Подхват Просто Мотает ну что можно сказать резина здесь расходник это факт посмотрите там просто куски резины по всему асфальту автомобиль я не представляю что с ним будет зимой потому что зимой ну как говорит владельца что принципе там нормально все там проблем нет нормально езжу но в питере зимы не до зимы не такие же суровые как у нас потому что суровой зимой я не знаю на липучках еще а так то это автомобиль адреналин конечно да потому что он на нем страшно ездить потому что когда ты еще не я представляю чтобы было там с неумелым водителем когда там машину несет ты не знаешь какую сторону он реально может неопытного водителя убить отличный мне кажется брутальный динамичный автомобиль слов у меня других нету что касается внешности то считаю что вот это направление американцев доступные красивые автомобили для молодежи она очень правильно и кстати идут продажи то есть естественно не свой 8 сс она считается дорогой версии но вот в 6 они стоят там по цене у нашей новой приоры у них там если без пошлин поэтому я думаю что отличный вариант для молодежи вот если государство или автоваз так она заботилась был бы надо октаве рэс сделать кстати тест красиво проехал это был тест-драйв chevrolet camaro ss это просто чумовой автомобиль это самый быстрый camaro на котором я ездил я конечно больше других camaro не ездил но действительно автомобиль быстрый спасибо вам большое за внимание ставьте лайки и до встречи